Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 8 января, вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения в этот день отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 2 стихи с 11 до конца главы до 18 стиха. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу им имя Твое, братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя, и еще, я буду уповать на Него, и еще, вот я и дети, которых Ты дал Мне, Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству? Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы обращаем свой взор на послание апостола Павла к евреям. И в этом отрывке сегодняшнем говорится о человеческой природе Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа. И говорится о принципиальной необходимости того, чтобы Христос был человеком в том числе, не только Богом. И говорится о подвиге Его как человека, который смертен, и в силу этого и смог умереть, но только для того, чтобы смертью попразить смерть, как мы поем в пасхальном тропаре. Сказано в 11 стихе, «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого». Здесь, по словам блаженного Феофилакта Болгарского, говорится о тождестве природы человеческого естества Бога, Бога Иисуса Христа и нашей природы. Но если мы тождественны Ему по своей греховной природе, то Господь Иисус Христос, Он действительно Сын Божий, исходящий из недр отчих. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря. Он стоит с большой буквы, говоря о Христе, и приводится три цитаты из Псалма. «Возвещу имя Твое, братья Моим, посреди церкви воспою тебя». Это Псалом 21 стих 23. Дальше 13 стих цитирует «Я буду уповать на Него». Это пророк Исаия, глава 8 стихи 17 по 18. И 2 книга Царств 22 глава, 3 стих. «И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Христос воспринял плод человеческую для того, чтобы сокрушить смерть». Парадоксально, но именно смертью Христа сокрушается смерть. «Сокрушаются силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Рабству чему были подвержены люди, человечество, те, кого Христос называет братьями. Это прежде всего рабство греха и рабство смерти. Но это все взаимосвязано. Ведь плата за любой грех — это смерть. Поэтому в Ветхом Завете и было придумано, было открыто Богом человеку, что нужно приносить жертвы. Эти жертвы были так называемые заместительные за грех, то есть за грех должен был кто-то умереть. И в Ветхозаветные времена умирали ветхозаветные жертвы животные, чистые животные. Но в Новом Завете произошла одна истинная единственная жертва. Это жертва, которая освободила нас из-под рабства. Рабство греха и смерти. Теперь мы не должны смерти, и мы теперь спасаемся, веруя во Христа Иисуса и теми делами, на которые нас подвигает эта вера. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям». Действительно, Христос уподобляется не ангелам и приходит в том виде, в котором он может пострадать. Будучи ангелом, он бы не смог это сделать, поэтому он приходит как семя Авраама, то есть как человек, как потомок Авраама в народе, который происходит из чресл Авраама. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Надо сказать, что Христос в этом послании выступает как образ первосвященника. И действительно, он является первосвященником тем человеком-священником, который приносит жертву. И приносит себя в жертву за грехи мира. И на кресте он уничтожает все грехи человечества в этом мире. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Действительно, Господь наш Иисус Христос был искушаем. Мы это знаем. Мы это знаем из, прежде всего, евангельского повествования. Вспомним искушение Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Три искушения, которые были ему предложены. И в этом прослеживается некая типология. То, что не смог преодолеть израильский народ, искушение властью, искушение богатством, и то, что не мог преодолеть первого человека Адам, все это должен был преодолеть Мессия. И мы видим, что Христос, выходя на проповедь, Он отправляется в пустыню, Он постится и преодолевает все эти искушения. То есть во Христе преодолевается то, что не мог преодолеть человек предыдущий, и израильский народ, и Адам. И в этом смысле Христос завершает тот путь, который был уготован человеку Богом. И, соответственно, быв искушен, то есть быв искушаем, Он может помочь и искушаемым, говорит 18 стих нам в сегодняшнем отрывке, 18 стих 2 главы послания апостола Павла к евреям. Как раз-таки в этом и заключена та правда Божия, что Господь теперь не просто дает нам сухой закон. Вспомните Евангелие от Матфея, где сказано, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть». Закон Моисеев был для всех одинаков. И были люди, которые просто в физическом состоянии не могли его исполнить. И они осуждались. У Христа же не так. Христос говорит, что «Я буду теперь для каждого человека законом. И для каждого человека у меня найдется свой подход. Для каждого человека у меня найдется любовь, милосердие». И поэтому и говорится, что «Быв искушен, то, может, и искушаем им помочь». Мы должны уповать на Господа Иисуса Христа, помня о том, что мы усыновлены Богу Отцу, именно Его Сыном Иисусом Христом. И, как сказано в послании к Галатам, в нас действует Дух Сына Божия. Который и говорит нам о том, что мы можем взывать к Отцу, говоря «Авва, Отче». Будем стремиться жить во Христе. А что это значит? Это значит жить в таинствах Церкви. И готовиться к этим таинствам, приступая неосужденно. А что это значит? Это значит, не пренебрегая ближним. Это значит, творя дела милосердия, любя друг друга и терпя грехи друг друга, прощая их друг другу. Вот тогда мы будем жить во Христе через таинство Церкви. Тогда Господь будет нас утешать. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его сторонниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, Господь, Господь не Kaufской по